Бог всегда нас сопровождает. И поскольку у этого творения две цели, первая цель — это удовлетворить наши хотелки, а вторая — возродить нашу связь с духовной реальностью. Обе цели должны реализованы быть. Пока мы не разочаруемся в своих хотелках, мы вторую цель не можем реализовать. И поскольку единственный гуру, который постоянно с нами рядом, это Бог в нашем сердце, он их реализует просто. Если он видит, что у нас есть вот эти хотелочки, он просто говорит, ну давай будем их ещё исполнять. Какие проблемы? Это же родительская позиция, понимаете? Как вот у нас, если дети есть, они там хотят эти шоколадки, у них уже там эти шоколадки из ушей лезут, но вот они пищат и всё равно хотят. Ну ладно, мы можем ещё раз купить, пока тебе вообще просто наружу всё это не вылезет из тебя. Пока тебе не надоест это. И так же действует Бог с нами. То есть он, с одной стороны, даёт нам знания, но с другой стороны, если есть хотелки, если есть вот эта дисквалификация наша, как учеников, он нам будет без конца давать лжеучителей, которые будут нам потакать. Потому что истинный учитель не будет нам потакать. А значит, его недёшево встретить. Мы не можем его встретить до тех пор, пока у нас есть вот эти материальные хотелки какие-то, то есть отделённость от Бога. Поэтому всё позитивно.